Всем привет! Добро пожаловать на канал под микроскопом, где мы разглядываем то, что скрыто от обычного взгляда. Сегодня у нас очень важный эксперимент. Проверим, как гвоздика действует на клещей Демодекс. Многие из вас просили это в комментариях, и вот мы начинаем. Для вас я нашел аж 4 клеща Демодекса. И еще пришлось размножить микробов для такого интересного эксперимента. Набрал земли из цветочного горшка. Видимо, местные микробы уже скучали по приключениям. Кинул в смесь листок от растения. Пусть будет салат-бар для бактерий. Вдруг они веганы. Плеснул воды, чтобы микробы не захлебнулись от восторга или просто не засохли. Добавил кусочек банана с кожурой. Мякоть это десерт. Кожура полезный вкус. Может хоть кто-то оценит мои старания по здоровому образу жизни. Закрыл смесь в банке, как в спа-комплексе с микроклиматом. Температура комнатная, свет приглушенный, то есть никакой. Пусть отдыхают, размножаются и пишут восторженные отзывы под этим видео. Все, наши микробы готовы для этого эксперимента. Перед началом не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь к делу. Но прежде чем мы начнем, хочу отметить, что я не врач, не не специалист по дерматологии. Я вообще никакого отношения к медицине не имею. Этот эксперимент лишь попытка удовлетворить научное любопытство. Не повторяйте этого дома. Если у вас есть подозрения на домодекоз или другие кожные проблемы, то обратитесь обязательно к профессионалам. Гвоздика это высушенные бутоны гвоздичного дерева. Ее использовали еще в древности. В Китае еще в третьем веке до нашей эры ее жевали для свежести дыхания и защиты от инфекции. А в Европе средневековье гвоздика входила в состав противозаморных смесей против эпидемии. Главный компонент это эфганол, до 90% состава. Это фенольное соединение обладает антибактериальными свойствами, разрушает клеточные мембраны микробов, противовоспалительным действием подавляет выработку цикотинов и анестезирующим действием блокирует болевые рецепторы. Интересный факт. Эфганол используется в стоматологиях для временных пломб и лечения пульпитов. Напомню, Домодекос это микроскопический такой маленький клетч, который живет в волосяных фолликулах и сальных железах человека. Размер у них крошечный, такой от 0,1 до 0,4 мм. Питаются кожным салом и отмершими клетками. Жизненный цикл у них 14-18 дней. У меня на личном опыте на таком вот покровном стекле клетч порожил аж 9 дней. Ну и самки откладывают яйца в порох. Так почему же они опасны? В норме присутствуют и 90% людей, не вызывая никаких проблем, никаких симптомов. Но когда иммунитет ослабленный или когда избыток кожного сала, их популяция растет. Что приводит к Демодекозу. Это покраснение, зуд и угревая сыпь. Для эксперимента я подготовил два экстракта. Это настойку и отвар. Настойка 1 столовая ложка гвоздики, 200 мг кипятка, настаиваем 30 минут, процеживаем и настойка готова. Отвар 1 столовая ложка гвоздики, 400 мг воды, кипятим 15 минут, настаиваем 30 минут, процеживаем и все, отвар готов. Никаких химических навыков для приготовления экстрактов не нужны, никакого секрета тут нет. Оба раствора содержат эфгеном, но в разной концентрации. При кипячении гвоздика выделяет больше активных веществ, чем когда мы просто заливаем кипятком. Давайте сначала проверим, как гвоздика справляется с бактериями. Ммм, аромат-то какой, будто ежик в свитере из пряностей пробежал. А вот и те самые микробы, которых я развел для гвоздики. Давайте взглянем на них. Посмотрите, какие они удивительные. Это ж целый мегаполис одноклеточных. Вы только гляньте, как вы думаете, гвоздика реально сможет справиться с ними? Сейчас проверим. Добавляю каплю гвоздики. А вот и момент истины. Видите, как вода потемнела? Это не чай, друзья. Это гвоздичный апокалипсис. Как видите, самые маленькие микробы мгновенно погибли. Бедняги даже не успели написать завещание. А вот крупные пока держатся. Смотрите, они словно потеряли GPS-навигатор. Где я? Что происходит? Почему коллеги превратились в пузырьки? Но через пару секунд и они отправляются в микробный рай. Инфузория туфелька продержалась не больше 10 секунд. Потом просто растворилась. Видимо, ее туфельки оказались не по сезону для такой ароматерапии. А инфузория Эуплотес, наш чемпион по выживанию, этот боец продержался целых 5 минут. Представляете, он сражался как кот в ванной, отчаянно, но безнадежно. Итоги. На поле боя никого из выживших. А то, что вы сейчас видите, это брауновское движение. Представьте, молекулы воды – это толпа фанатов на рок-концерте, а частицы – это гитарист, которого толкают со всех сторон. Никакой хореографии, только чистой воды хаос. Оба раствора уничтожили бактерии за 5 минут. Почему вы скажете? Эфганон нарушает липидный слой мембран бактерий, вызывая их разрушение. Это подтверждает антисептические свойства гвоздики. Давайте поместим клеща в настойку. Добавляю каплю настойки гвоздики. Смотрите-ка, клеш-де-мотокс отклеился от скотча и принялся разгуливать по покровному стеклу, будто это не микроскоп, а его личный тренажерный зал. Видимо, воображал, что бегает по моей коже и ужинает моим салом. Эй, приятель, это не шведский стол, а научный эксперимент. Ты здесь не в спа-салоне. В какой-то момент он остановился. Судя по всему, его придавило покровным стеклом. Видимо, наш спортсмен забыл про технику безопасности. И так печально закончилась его одиссея. От скотча до геройского, но кратного побега. 7 часов клещ мариновался в настойке. Каждые 20 минут я добавлял каплю экстракта гвоздики. Короче, 7 часов активность совсем не снизилась. Вероятно, концентрация эфганола недостаточна для быстрого действия. Клещ остался здоровым и бодрым. Второму клещу я добавил микробов. Ну, чтобы нагляднее было, что гвоздика справляется с микробами. Смотрите, клеш Демодекс против микробов. Это как Годзилла против хомячка. Да, он гигант в их мире. Но все равно без микроскопа его не разглядеть. Вот этот серый комочек наш клещ. А вокруг микробы, которые выглядят как крошечные точки. Капнем гвоздики на эту компанию. И вуаля, микробы испарились. Как шаурма в студенческом общежитии. А наш Демодекс здоровый, бодрый, будто только что из спа-салона. Он даже не чихнул. Как так? Видимо, гвоздика для него это, как для нас, ароматическая свечка. Через 7 часов клещ тоже остался активным. Время было уже 3 часа ночи. И я оставил все как есть. Клеща под микроскопом оставил ночевать и пошел спать. Утром проснулся и сразу взялся за микроскоп. Настойка высохла, а клещ как был живым перед сном, так и остался. Однако, после добавления новой порции настойки, клещ погиб за 30 минут. Я не знаю, почему так. Возможно, за ночь увеличилась концентрация веществ. Наверное, для эффекта нужна высокая доза эфганола. На очереди, третий клещ. В отваре клещ погиб через 2 часа. Давайте убедимся, что этот отвар помог клещу помереть. Давайте возьмем четвертого клеща. Но также с микробами. Чтобы нагляднее было, как эфганол справляется с микробами и клещом. И мы с вами видим ту же самую картину. Клещ погиб за 2 часа, а микробы всего за 5 минут. Причина. Почему отвар справился с клещами? Наверное, кипячение повысило концентрацию эфганола. Кроме того, при термической обработке выделяются еще и другие фенолы, усиливающие этот эффект. Итоги. Гвоздика эффективна против микробов, даже в низких концентрациях. На клещей Демодекс воздействует только при длительном контакте с высококонцентрированным раствором. А отвар работает лучше благодаря термообработке. Так что гвоздика может и быть вспомогательным средством при кожных проблемах. Но не заменят врача. Так что в любом случае вам потребуется посетить врача. На этом наш эксперимент завершен. Если вам понравилось видео, поддержите его лайком и подпиской. Это важно для развития канала. Оставляйте в комментариях идеи для новых исследований. Что еще можно проверить под микроскопом? Берегите себя и помните, что наука начинается с любопытства. Берегите себя. Пока-пока. Берегите себя.